Я переживаю за качество связи здесь Wi-Fi. Поставьте плюсики, если слышно нормально. Супер! Окей, отлично, отлично. Рад слышать. Спасибо большое, что присоединились послушать вас в этот холодный день. Сегодняшний мой рассказ будет про триггеры и про ретеншн маркетинг. Постараюсь за короткий промежуток времени отдать максимум информации из собственных кейсов, из своих наблюдений относительно ретеншн маркетинга. Вообще триггеры, если начинать сначала и вдаваться в описание, это автоматические коммуникации, которые возникают при наступлении каких-то событий в жизни клиента, при переходе клиента из одного статуса в другой, при совершении клиентов каких-то действий или при несовершении клиентов каких-то действий. Это автоматические коммуникации маркетинговые, которые ведут, разумеется, к нужной нам цели. И я там лично делю триггеры по тем задачам, которые они выполняют, на два блока. Первое – это активейшн, второе – это ретеншн. Активейшн триггеры служат для того, чтобы максимально увеличить конверсию из запустителя сайта в целевое действие, будь то лид или оформленный слэш-оплаченный заказ. Соответственно, сделать так, чтобы кастомер Journey Map у тебя, помимо всех дизайнерских плюшек, наработок, АБ-тестов и так далее, был максимально четким, как можно большее количество людей проходило воронку, и воронка была воронкой, а не дырявым ведром, как это обычно бывает. И, собственно, ретеншн-маркетинг у него основная задача – это растить так называемые когорты, то есть увеличивать возвращаемость пользователя, увеличивать средний чек пользователя и, как следствие, растить lifetime value продукты, ну, плюс допродавать какие-то дополнительные продукты пользователям, которые уже пользуются, ну, и реактивировать, собственно, базу. Начнем, наверное, с activation-триггеров, да, с триггеров, которые ведут к увеличению конверсии, и на самом деле это достаточно, насколько мы сейчас понимаем, острая проблема, которая стоит в российском маркетинге. Мы почему-то очень мало, на самом деле, людей, очень мало компаний уделяют достаточно времени тому, чтобы повесить, так сказать, триггерные коммуникации на свой flow, то есть на свои шаги заказов. Мы там недавно аудировали достаточно крупную компанию, которая тратит бюджеты сопоставимые с миллионом долларов в месяц на диджитал-каналы платные, а при этом стоимость привлечения заказов у них зашкаливает, и они не понимают, что происходит, либо продукт плохой, либо агентство, которое им это делает, что-то делать неправильно, и, соответственно, сменили уже там пять агентств за все время, хотя на самом деле там достаточно было просто взять и подробно декомпозировать воронку, которая у них есть на сайте, посмотреть, где, собственно, происходит наибольший отвал. Вот оказалось, что там на третьем или, не помню, на третьем или на втором шаге отвал заявок 68%. То есть 68% трафика просто улетает в трубу из-за того, что нет никаких возвращающих механик на сайте. То есть нету логики культуры АБ-тестирования шагов заказов, нету логики триггерного возвращения людей и так далее. Сейчас на самом деле я могу просто нажать показ экрана, вот, из своего экрана презентацию загрузить, чтобы не ждать, она у меня есть. Ок? Отпишитесь, пожалуйста. Окей, так, секундочку. Вебинар скриншеринг. Так, начинаю показывать, начинаю показывать экран, скажите, как видно. Сейчас, одну секундочку. Видна ли презентация, ребят? Да, все, ок, да, триггеры и их связка с прямым маркетингом. Все, супер. Значит, смотрите, для того, чтобы вплотную заняться activation-триггерами, необходимо в первую очередь понять вообще, из чего, собственно, состоит ваш флоу-заказ. Так, я сейчас немножко сверну, чтобы было, чтобы, если что, мне сигнализировали. В первую очередь, понять, из каких шагов состоит ваш флоу-заказа. И самое главное, понять, что вы знаете о клиенте на каждом из шагов. То есть, какие данные клиент вам оставляет. Как правило, на морде, так называемых, да, то есть, на главной странице мы знаем о клиенте только его куку. Вот. То есть, мы можем, если клиент отвалился с морда, преследовать его ретаргетингом на различных площадках, будь то там Google, Facebook, Instagram, там, все, что угодно, короче. Вот. И, соответственно, это будет как бы наш первый триггер. Плюс, если человек отвалился с главной страницей, мы можем дать ему возможность согласиться на отправку браузерных пушей. Браузерные пуши – спорный инструмент. Спорный, потому что некоторые считают, что он очень сильно раздражает клиентов и может повлиять на конверсию. Да, действительно может, поэтому с ним нужно быть аккуратней. Однако, при грамотном сборе и настройке пуш-уведомлений и нормальном сегментированном их последующей отправке, я могу сказать, что браузерные уведомления могут иногда добавлять плюс 1% к общей конверсии сайта. То есть, 10% людей соглашаются получать браузерные пуши. И там, в зависимости от предложения, которое вы в дальнейшем сможете в этом браузерном пуше дать клиенту, собственно, 10% из них возвращаются на сайт и делают покупку. Опять-таки, если грамотно соблюдено время отправки, креатив внутри отправки, понимаете, кому и что вы предлагаете. Браузерный пуш, на всякий случай, для тех, кто не знает, это такая назойливая штука, которая возникает при переходе на некоторые сайты и спрашивает у вас согласие на отправку пуш-уведомлений. Такие браузерные пуши в основном используются в медиа, для того, чтобы они потом могли за счет breaking news или всяких дополнительных контентов возвращать людей на сайт. Но и нередко браузерные пуши еще используются в e-commerce для того, чтобы информировать пользователей в продажах. По сути, тот же самый email, только в немножко другой формат. Хорошо, что сейчас ряд платформ позволяют делать кастомизированные пуши. Во-первых, встраивать форму сборки пуша в флоу заказа. Например, грамотное очень использование пуша в, например, оформлении банковских продуктов. Или если у вас, например, длинная анкета, вы можете собрать согласие на отправку пуш-уведомления под соусом, что «Ребят, мы оповестим вас о статусе заявки». Очень хорошо работают, особенно в банках. Соответственно, клиенты нажимают «Ок», и дальше можно их, собственно, дальше пушом ретаргетировать. Значит, итого, на морде у нас есть кука, на морде у нас мы можем забрать с клиента браузерный пуш для того, чтобы потом его вернуть. И есть еще такие штуки, как SMS-ретаргетинг. Это такая история, она на грани фола, но в целом можно пробовать. Есть компании, которые занимаются тем, что собирают информацию о пользователе, то есть собирают его куку, мэтчат у себя где-то в системе с номером телефона, и дальше от лица оператора, потому что у них контакты с оператором, отправляют SMS-ку клиенту, который даже не оставлял номер телефона. И SMS-ка идет от оператора, что не является законом отверданных. Но это такое, на грани фола инструмент, за него клиенты могут вас не поблагодарить. Но я все равно, тем не менее, его укажу, потому что нужно указать все возможные способы. Дальше, на шаге первом, как правило, мы собираем у клиента телефон. И телефон, и я всегда настаиваю в любых заявках сделать так, чтобы телефон шел первым полем. То есть вам не так важно имя человека, как важен телефон, не так важен email, как важен телефон. Сейчас объясню, почему. Телефон можно использовать кучей способов. На телефон, значит, можно написать SMS-ку, если вы собрали предварительное согласие. Телефон можно отправить сообщения через программы, которые осуществляют услуги мессенджер-маркетинга, например, там TextBack, да, или там еще ряд компаний. То есть можно догнать пользователя в мессенджере. На телефон можно позвонить. И действительно звонки по тем, кто отвалился, работают очень хорошо в России. Несмотря на то, что хочется считать всегда, что ваш клиент – это такой человек, который любит там общаться в поддержке или там в чатике, в Телеграме. Но на самом деле телефон – это очень крутой способ вернуть пользователя обратно и допродать ему услугу. В России по-прежнему телефонные звонки очень хорошо работают. И зачастую на сайте ты не можешь снять все основные страхи пользователя. А когда ему звонит твой сотрудник, он может порционно, а, отработать возражения, б, рассказать, собственно, более детально про продукт, с, отработать негатив какой-либо, который использует для ответа на его там кастомизированные вопросы, на которых он не нашел ответов. Я просто дам пример. Мы когда в Клин внедрили… То есть раньше у нас работало как? Отвалился пользователь, оставив нам номер телефона, мы ему через час отправляем смс-ку со скидкой 15%, еще через 3 часа отправляем смс-ку со скидкой 30%. Ну и худо-бедно эта история работала, давала нам там по 7 заказов новых в день. Но когда мы поняли, что выходим на плато с точки зрения маркетинга, и каналы были перенасыщены, и стоимость привлечения клиента по последнему клику, по последнему взаимодействию зашкаливала, мы решили, а что, если нам не начать обзванивать клиентов, то есть тех, кто отвалился, звонить им. Взяли неделю на выборку, посадили двух людей из классического нашего, ну, на колл-центр, который занимался, собственно, обработкой входящих звонков, и сделали быстрый тест, через сколько нужно звонить человеку после отвала, для того, чтобы он сконвертировался. Во-первых, поняли, что самое лучшее время – это 5 минут. То есть если пользователь позвонил в течение 5 минут, как он отвалился с сайта, у тебя конверсия наивысшая. Чем раньше, тем лучше. Дальше она так протукает, 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 и в конечном итоге, если ты звонишь пользователю через день, то у тебя в 85% случаев происходит диалог, когда пользователь говорит, слушайте, я нигде не оставлял никакие данные, откуда у вас мой номер телефона и так далее. Так вот, по звонкам конверсия в заказы была фантастически крутая. Вот, и поэтому там сейчас даже в клин, клин, сори, это сервис уборки. Вот, квартир, я просто в нем принимал участие, как директор по маркетингу, да, сейчас у меня там доля. Вот, поэтому я люблю всегда рассказывать на базе клинап, потому что мы там много чего попробовали интересного. Вот, значит, и мы поняли, что за счет телефонных обзвонов мы увеличили количество входящих звонков, входящих продаж на 25%. И это самое главное дало нам еще и переоценку каналов. То есть раньше мы мерили последнее взаимодействие, то сейчас мы мерили с точки зрения конверсии в лид, потому что лид и продажа по телефону, она как бы засчитывалась на заслугу канала, который этот лид привел. И это вообще дало совершенно другую картину маркетинга. Вот, поэтому мораль к чему, почему я, собственно, так долго распинаюсь здесь насчет телефона. Телефон это очень круто. Вот, телефон это данные, которые позволяют делать очень много интересных вещей. Вот это самый конверсионный канал. Понятное дело, что на втором, следующем шаге там важно собрать имейл, и все знают, как работать с имейлами. Я, тем не менее, уделю в сегодняшнем вебинаре этому там отдельный блок, расскажу, что мы тестировали, по имейлам, там свои личные наблюдения и так далее. Ну и на последнем блоке, собственно, адрес. Ну, адрес понятно. Что мы можем делать с адресом? Не знаю, Почтой России направить триггер на письмо. Вот, иногда это, наверное, может сработать. Вот, но в целом, там, если у вас большая база клиентов, то адрес по клиенту может вам дать какие-то более интересные сценарии, типа, в этом районе сегодня скидки, не забудь, не забудь оформить заказ. Что еще, про что еще хочется сказать? Триггеры можно настраивать, зависимо, ну, по маржинальности, да, потому что вы только вы понимаете, какой продукт приносит вам больше, какой меньше, и, соответственно, обязательно нужно заранее планировать тот размер скидок, который вы в триггеры запихнете, да, то есть, если пользователь ушел, то, очевидно, наверное, ему нужно дать какое-то скидочное предложение. Не всегда, но в большинстве своем. И эти скидочные предложения, разумеется, их нужно тестировать, вот, чтобы сохранять баланс между, там, объемом трафика, объемом заказов, которых вы приведете, да, и, там, вашей юнит-экономикой. А на что хотел еще обратить внимание? Погодные триггеры. В России, вообще, русский человек очень чувствительен к погоде. Вот, это удивительно, причем это работает, там, не только в, там, бизнесах, которые, там, непосредственно имеют сезонность, да, как, например, там, продажа, там, велосипедов. Но, когда, там, в позапрошлом июле, я помню, а, нет, в прошлом июле, я помню, в июне, в прошлом был один-единственный денек, солнечный, да, все остальное было, вот, ну, как сейчас примерно. Мы, запустив рекламную кампанию и рассылку, по базе продали за один день, там, по-моему, 500 велосипедов, вот, только по Москве, это для компании Кант. Вот, доставки еды, например, при плохой погоде, там, маркетологи прыгают до потолка, да, потому что доставка еды напрямую коррелирует с плохой погодой. Чем хуже погода, тем выше показатели, вот, то есть люди заказывают к себе домой еду, ну, и та же самая история, там, с сериалами, выходные и так далее, вот, из торговной центра. Вот, поэтому, да, русский человек в чутительной погоде. Можно сейчас, у Яндекса есть опишка, по которой можно посмотреть вообще на то, как ваши пользователи, сори, как ваши пользователи реагируют на погоду, для того, чтобы попробовать, поделать эксперименты с этим. Соответственно, когда вы понимаете, что у вас есть данные о человеке, ну, имя, там, номер телефона, имейл и так далее, обрисуется так называемая триггерная карта. То есть берется сегмент клиентов, например, отвалился с имейлом и с телефоном, не завершив заказ, и, собственно, прописывается логика действий. Логика действий может быть следующая. Например, отправляется ему, клиенту, который не завершил заказ, отправляется имейл, он открыл имейл, но не сделал заказ, включается ретаргетинг, вот, здесь остановлюсь подробнее, имейл плюс ретаргетинг – это очень крутая связка. Сейчас платформа имейл маркетинга очень часто разрешают это делать, вот, про платформы сегодня не говорю, вот, после меня коллега будет рассказывать про платформы, вот, скажу лишь, что тема ретаргетинга плюс имейл очень хорошо работает, и за небольшие деньги, по сути, можно увеличить конверсию от письма, там, в полтора-два раза, вот, за счет запуска ретаргетинговых кампаний. И там можно очень прикольно играться, да, человек прочитал письмо, да, в ретаргетинг запихнул, там, вторую часть письма, или продолжение какое-то, с сюжетом, короче, поиграться прикольно. Значит, вообще вся вот эта вот логика цепочек взаимодействия триггерных, они, как правило, идут от самых дешевых каналов к самым дорогим, то есть, там, имейл, ретаргетинг, смс-ки и, там, допустим, звонки, да, и, собственно, везде, в каждом, в каждой из цепочек бесконечные тесты с контентом, с размером скидки, со временем отправки и так далее. Только тестами можно выжать из каналов максимум. И мы, на самом деле, если говорить про Клин, да и сейчас для клиентов агентства рекламного делаем очень много тестов. Вот, если видите, это просто пример, там, одной из цепочки рассылок, да, пример того, что мы тестировали в контенте, в контенте писем, имейл. Мы тестировали размер скидки, цвет плашки, фотографии против графики, графики, кнопки, зачеркнутые цены, вообще отсутствие текста в письме, прихедеры, сабжекты, надписи на кнопках и так далее. И благодаря, там, тестам вывели для себя, там, единый формат, в котором теперь, собственно, подается информация клиентам. Вот, и что интересно, эти форматы зачастую нужно менять. То есть мы сейчас для клиентов, для своих, в среднем меняем формат, шаблон письма где-то раз в квартал, вот, потому что они просто выгорают, но перестают люди реагировать на них, потому что привыкают к привычному формату. И вот здесь есть два письма, слева тоже есть кнопка, на самом деле, я никак ее в презентацию не могу вставить. Вот представим, что на кнопке написано там то же самое. Вот как думаете, какой вариант письма круче, слева или справа? Если за лево, пишите один, если за право, пишите два. Что лучше отработало с точки зрения, там, цифр, конверсии, open rate? Так, Ксения вижу за первый номер. Кто-нибудь, все, все остальные решили воздержаться. Ну ладно, окей. Короче, на самом деле выиграло второе письмо. Вот, сейчас объясню, почему. Это личная догадка, и, разумеется, там, необходимо тестировать конкретно для вашего бизнеса и для вашего кейса. Но кажется, что некоторые тренды можно переиспользовать отсюда. Значит, справа письмо победила, значит, победил графическая картинка, победил одинаковый цвет картинки и кнопки. Абсолютно все равно, что пишешь на кнопку, это никак не влияет на конверсию. Вот, хорошо с точки зрения контента работает, когда у тебя, там, какой-то плюс-минус long read без неперегруженной маркетинговыми штуками, то есть зачеркнутые цены и прочее не работают. Фотографии тоже людям скучны, конкретно в нашем кейсе. Расскажу еще про одно наблюдение, которое возникло уже после того, когда мы работали с большим количеством, там, футека и фэшн ритейла. На самом деле, есть одна большая ошибка. Часто очень бренд, недостаточно сегментируя пользователей, отправляет предложение и в письме уже сразу же рекламирует товар. То есть у него в письме, там, уже, допустим, три сочных бургера. Но я не им бургеры, и поэтому я открываю это письмо и закрываю. Поэтому, на самом деле, задача письма, как мне кажется, она в первую очередь заключается в том, чтобы продать переход на сайт. А задача сайта, она уже заключается в том, чтобы, собственно, продать продукт. И мы руководствуемся обычно этим правилом в составлении писем, и это работает. Интересно, как будет работать в вашем случае, но кажется, что это правильная гипотеза. Дальше хочу рассказать еще про один кейс интересный. Как правило, там, email-маркетологи, которые работают с retention, то есть с возвращением клиентов, они обычно следуют следующей логике. Не приехал, и я, собственно, ей абсолютно так же следовал, когда только-только начинал заниматься email-рассылками, retention-маркетингом, значит, перестал пользоваться сервисом, присылаем ему информацию о скидке в 10%. Не реагирует пользователь на это, отправляем 15%. Дальше 0 реакции, 20%, потом 25%. И в какой-то момент там такого рода цепочек, я понял, что у меня все пользователи ожидаемо скатываются в сегмент 25% скидки. Они сидели в грязных квартирах, ждали, пока им 25% скидку не отправят. Я попробовал для одного из сегментов сделать следующее. Попробовать отправить убывающую скидку. То есть сначала, через неделю после последней уборки, я отправил предложение с 25% скидкой. Никто на него не отреагировал. Ну, там буквально пару человек. Далее я направил 20% скидки. На него опять мало кто отреагировал. Я думал уже прекращать эксперимент, но потом я отправил предложение с 15% скидкой. И на него откликнулось около 60% вообще тех, кто получил письмо. И это очень забавное на самом деле наблюдение. Оно нас подводит к определению эффекта ФОМА, синдрому кущенной выгоды. То есть у людей страх того, что у них отберут скидку, то есть отберут выгоду зачастую больше, чем желание получить выгоду в моменте. То есть у меня в конечном итоге получилось так, что людей, которые оформили заказ на 15% скидкой, было больше, чем тех, кто оформил 25% скидку в предыдущем эксперименте. То есть, по сути, я, во-первых, поднял маржу на 10%, во-вторых, я увеличил количество клиентов, при этом забрав пользователя скидку. Интересное наблюдение. Не уверен, что оно, конечно, у всех сработает, но абсолютно точно нужно его пробовать. И вообще такая история про уменьшение скидок, и она очень хорошо работает на мужчин, целевую аудиторию, очень хорошо она работает в ICO-маркетинге. Если сталкивались когда-нибудь, когда люди собирают деньги на крипту, продавая токены, они очень виртуозно пользуются стимуляцией синдрома Фома. Осталось 10 мест, осталось 2 дня, успей, скидка истекает сегодня, а дальше будет скидка гораздо меньше. На это люди по-прежнему ведутся. Этот прием маркетинговый на самом деле стар, как мир. В Digital его начали использовать, на самом деле, совсем недавно. Да, и чемпион, конечно, по стимулированию, так сказать, Фома-эффекта, это, конечно, Booking.com. То, что они делают на своих сайтах с отелями постоянно, с выдачей отелей, это космос вообще. Ну, то есть у них есть чему поучиться. Они, во-первых, делают по несколько десятков тысяч АБА-тестов постоянно, и очень круто работают именно с тем, чтобы у тебя создавалось чувство, что это тот отель, которым ты, а, мечтал всю жизнь, б, вот он у тебя ускользнет из-под носа. Мы, в целом, кстати, тоже так делали для нескольких клиентов, когда ты листаешь выдачу товаров, и у тебя товары по мере того, как ты листаешь, начинают пропадать. То есть это у тебя вызывает эффект как раз к синдрому упущенной выгоды. Вот. Если говорить про... Что еще я хотел... На что еще я хотел обратить внимание, на самом деле, это не совсем триггеры, но это тоже относится к имейл-рассылке и к такому частому событию, как, например, взаимные рассылки. Взаимные рассылки – это когда, например, у меня есть магазин, который продает игрушки, да, у моего, там, приятеля есть магазин, который продает детскую одежду. Одна и та же целевая аудитория. Давайте сделаем я по своей базе рассылку про магазин приятеля, да, он по своей базе рассылку про мой магазин. Обычно договариваемся, делаем рассылку, в итоге ничего не происходит, да, но все ушли с чувством выполненного проекта. Вот, как из этих рассылок получить максимум? Потому что у нас тоже была эта проблема, мы очень верили в кросс-промо-канал, в принципе, в клине, да, потому что, ну, платежеспособна аудитория, миллениалы, вот, которые заботятся о своем времени, да, то, как бы, о медиатеке та же самая аудитория. Я, в принципе, люблю этот кейс, в краске, вот, ну, рассказывать на примере о медиатеке, потому что у нас с ними был самый успешный кейс, вот. Вот, в чем заключалась логика, собственно, нашего взаимного кросс-прома? Значит, мы пришли к медиатеке и сказали, ребят, смотрите, у вас есть, смотрите, мы готовы заплатить для каждого нового клиента полторы тысячи рублей. Какое, что мы можем купить у вас на полторы тысячи рублей? Они говорят, ну, у нас полторы тысячи рублей стоят три месяца подписки. И я сказал, а давайте тогда сделаем следующим образом. Вы рассылаете по своей базе информацию о том, что уникальное предложение, три месяца подписки на медиатеку за заказ уборки в Клин, плюс 20% скидка на первую уборку. То есть, что произошло? Таким образом, о медиатеке, партнер наш, своим клиентам предложил вознаграждение в той валюте, в которой они привыкли его получать. Клиент о медиатеке, три месяца подписки о медиатеке, для него очень понятная выгода. Клин для него не очень понятный, да, но к этому мы его аккуратненько подводим через то, что клиент достаточно хорошо понимает. И вот эта вот штука, она выстроила очень круто. Если клиент получил три месяца подписки, получил скидку на уборку, мы получили по заданному нами СПО, стоимости привлечения, нужное нам количество клиентов. Клиентов было действительно очень много, там, ну, несколько сотен. А медиатека получила то, что клиенты о медиатеке получили дополнительно три месяца подписки. Чем дольше клиент пользуется сервисом, тем дольше он будет им пользоваться в дальнейшем и, собственно, оставаться лояльным. Более того, иногда даже дремавшие когорты, так называемые, спящих юзеров, они тоже как бы ожили и, собственно, воспользовались этим предложением. То есть такая стратегия win-win-win получилась, хотя, конечно, так не бывает, но вот в этом случае она работает. И на самом деле мы масштабировали в свое время эту историю. Каждый месяц делали похожие акции, вот с Elementor делали, с Chef Market, со всеми, кто плюс-минус является нашей целевой аудиторией. А стандартный вопрос, обычно, который мне задают, а что и какие триггеры по активации, например, работают в B2B сегментах? Вообще, как заставить пользователя в B2B заказать продукт, особенно, если это какая-то сложная штука. Во-первых, вообще B2B маркетинг, он весь строится на том, чтобы правду или неправду захватить каким-то образом лид клиентский и, собственно, дальше с ним либо, а, закрывают сделку sales, либо, б, как бы мы сначала прогреваем этот лид, потом отдаем в любой из моментов, когда считаем нужным, этот лид для того, чтобы он гарантированно закрыл. Ну, либо клиент сам настолько горячий, что сам там оформляет себе там условно заказ, если есть такой функционал на сайте. Значит, таким образом, как получить клиент, как получить лид от клиентов B2B? На самом деле, нужно предложить ему отправить что-то полезное на его e-mail. То есть, если вы там делаете продукт для маркетологов, то сделайте подборку там 100 самых крутых маркетинговых инструментов. Если там по нефтянке, по какой-нибудь, то, ну, обзор рынка нефтепродуктов. Если там по телекому, вот, то там, не знаю, сравнить сравнение, калькулятор тарифов по цели. Да, я сейчас фантазирую, на самом деле, но вы там лучше знаете, чем можно заманить клиента конкретно там в вашем бизнесе. Каким именно... Это может быть документ-файл, это может быть музыкальный файл, это может быть видео какое-то, но нужно обещать клиенту отправить на e-mail. То есть, мы не просто собираем e-mail, а говорим о том, что мы клиенту на e-mail что-то отправим. Это, как правило, в 2-3 раза увеличивает конверсию в собранный e-mail. Извините, не в собранный e-mail, а в правильный составленный e-mail, потому что много людей просто пишут про козябры, да, или невалидированный e-mail какой-то, левый, куда там обычно рекламное предложение скидывается. Вот, очень хорошо работает, если у вас есть возможность отсегментировать на входе клиентов, очень хорошо работают кейсы других клиентов из индустрии. У вас было похожих кейсов, в том числе с стартапом САС-платформы в Долине. Сегментируем на входе клиентов, понимаем из какой индустрии и говорим, что, чувак, вот смотри, есть пример из твоей же индустрии, бизнес прокачался там за 3 месяца, тогда получил дополнительно 30 тысяч подписчиков через нашу платформу. Вот, это как бы называется social proof. или там уже 20% компаний в своей индустрии с нами работают. Внезапно в B2B работает ограниченность предложения, вот, причем очень удивительно, как мне кажется, как мне кажется, паттерн поведения там следующий. Говорите о том, что у вас акция, да, для B2B клиентов, там, не знаю, поставка программного обеспечения со скидкой 20% только там в этом месяце. Вот, менеджер, который принимает решение, бежит в бухгалтерию и говорит бухгалтеру, слушай, тут скидка только месяц 20%. Бухгалтер думает, о, ничего себе, экономия. Вот, пишет аппруф, вот, и заносит себе там в свой табель о рангах о том, что она сэкономила 20%. Вот, возможно, это так работает. Но реально ограниченность предложения очень хорошо работает в B2B коммуникациях. Так, про полезный контент в момент на контактные данные сказал. А, вот еще стоит сказать, наверное, про определение оптимальных точек касания. Ну, во-первых, то есть нужно не перегреть клиента, то есть давать ему сначала какие-то, когда ты ставишь цепочку сообщений после того, как у тебя есть лип, нужно давать обязательно полезности сначала и только потом аккуратно подводить его к продаже. Например, можно сделать два очень полезных лонгрида, письма про решение проблем клиента из индустрии. А дальше в следующем письме можно опубликовать статью, но сказать, чтобы клиент перешел на сайт, ее прочитал. Почему это делается? Для того, чтобы клиент еще раз коснулся ваш сайт, посмотрел, полазил, возможно, по нему, и чтобы можно было его ретаргетингов преследовать. Дальше может быть попытка продажи. Если попытка продажи не получилась, значит, нужно долбить клиента полезностью, кейсами из индустрии и так далее, периодически уводя на диалог с SEO-зоном. Это что касается активации, что касается ретеншина. На самом деле, у меня нет готовой презентации под это дело, но я сейчас вам покажу кое-что. На самом деле, самое главное в ретеншин-маркетинге это правильная сегментация. И почему-то очень много людей про нее говорят на конференциях, но мало кто по-настоящему заморачивается этим. Причем часто очень даже крупные клиенты, очень крупные бизнесы, у которых есть большая база клиентов, большое количество информации по клиентам, неправильно сегментируют их. То есть не сегментируют их в формате вот у этого клиента один продукт, у этого клиента два продукта. Нужно, чтобы у тех, у кого был один продукт, стало два и так далее. При этом, на самом деле, сейчас для того, чтобы сделать качественный ретеншин-маркетинг, он стоит из трех таких больших достаточно частей. Первое – это грамотная сегментация. И здесь сегментировать, лично у нас есть кейс, который мы показывали, который мы сейчас будем делать с одним достаточно крупным банком. Он заключается в том, что ты сегментируешь клиентов по нескольким параметрам. Первое – это его положение, то есть студент, замужняя женщина, пожилые люди и так далее. Второе – ты сегментируешь его, разумеется, по пенетрации продуктов, в том конкретном случае, это прежде идет о банковских продуктах. И третье – ты сегментируешь его по жизненному этапу. И если у тебя по жизненным вехам, так сказать, если у тебя есть информация о клиенте, по поводу поведения, у банков, например, эта информация есть, у телеком-операторов эта информация тоже есть, вы видите, что клиент начинает больше тратить в определенной категории. Клиент, например, по транзакциям можно понять, что он собирается жениться, или что у него ребенок по транзакциям, которые осуществляет клиент, или по коммуникации, которые он делает. Или там клиент находится в момент начисления зарплаты, 5-15 число, можно тоже сегментировать клиентов и предлагать им разные услуги и продукты адаптированные. То есть, значит, смотрите, сегментация – момент, то есть время, когда клиенту нужно это отправить. Третья история очень важная – это креативная стратегия под каждый сегмент. То есть, нарезали сегменты клиентов, студенты, бабушки. Студенты и бабушки могут быть потенциально потребителем одного и того же продукта вашего. Но вы по-разному его продаете. У бабушки одна цель, у студентов другая цель совершенно. Соответственно, для этого необходимо понять, собственно, какие ожидания есть у этого сегмента от продуктов ваших. Да, и какие работы выполняет ваш продукт для этого сегмента. Здесь помогают глубинные интервью, каст-девы, исследования клиентов и так далее. Соответственно, на основе этого формируется креативная стратегия. То есть, как мы будем подавать эту информацию клиенту. Какие мы будем использовать слова, какие мы будем использовать креативы, что мы будем ему показывать, как это все опирается на общее позиционирование бизнеса. и, собственно, время инструмента, которыми мы можем это делать. То есть, что мы будем использовать? СМС-ки, имейлы, ретаргетинг или все вместе. Или подгружать баннер в личный кабинет. То есть, в конечном итоге, как бы, ретеншн-маркетинг, он строится на таких трех этапах. Первый – это сегментация, второй – это креативная стратегия и третий – это дистрибуция. То есть, и нельзя сказать, что каждый из этих этапов, он имеет меньшую роль. Они все одинаково важны для ретеншн-маркетинга. И самое важное еще – это постоянно делать АБТ-тесты. То есть, в любых коммуникациях, будь то имейл, браузерные пуши, СМС-ки, необходимо делать АБТ-тестирование, проверять, смотреть на данных, корректировать из-за этого модель, корректировать иногда из-за этого креативные ваши составляющие. Но сейчас, если вы выполните нормально каждый, точнее, из этого блока работ, то тогда гарантированно у вас, во-первых, там, ретеншн-маркетинг – это тот маркетинг, который в моменте приносит прибыль. То есть, ты отправил письмо, ты уже получил какую-то выручку. Поэтому его там целесообразность и ценность его для бизнеса, она там должна быть понятна всем и вам, и вашему руководству, тем, кому вы продаете. Эту историю. И из ретеншн-маркетинга можно выкачивать выручку практически бесконечно. Самое главное – это не пережечь базу. Типичная ошибка банков, она заключается в том, что, несмотря на то, что у них сидят люди, которые предиктивной аналитикой занимаются, и дата-сайентисты, но глобально все, что они делают, это просто постоянно прогоняют разные аудитории клиентов через споринг, и выдают, и отправляют письмо вам приодобрен кредит. Потом клиент приходит, кредит ему не дают. Но это не важно. В целом вообще. Вот такой подход, он уже перестает работать, потому что ты выжигаешь базу, потому что всех долбишь постоянно одним и тем же предложением, и не решаешь абсолютно клиентских вопросов. И, Б, он не работает, потому что персонализированная коммуникация, она очень важна. Вот. Это на самом деле там плюс-минус все, что я хотел рассказать. Давайте уделим там минут пять времени вопросам, вот, и перейдем тогда, наверное, к следующим спикерам. Так что жду ваши вопросы, ребят, если есть. Да, кстати, на всякий случай. Вот мои контакты в Фейсбуке. Вот, вот мои контакты в Фейсбуке. Добавляйтесь, задавайте вопросы. Вот, буду рад. Что интересно вам делать с доставкой еды? О, на самом деле, мне кажется, много всего. Плюс еще зависит от сегмента, да, потому что, там, например, пицца и суши чаще заказывают в пятницу, в субботу и в воскресенье, да, если это, если вы оперируете на, там, аудитория ваша, это офисные сотрудники, да, то, разумеется, в обед нужно показывать им, там, баннеры, которые выделяют максимальное слюноотделение, вот, для того, чтобы они заказывали. Тут важно очень маркетингом попасть в голод, вот, и заставить человека сделать заказ, когда он голодный. Если мы говорим про по доставке еды, здесь, ну, абсолютно точно нужно сегментировать и смотреть на предпочтения пользовательские, то есть, что ему нравится, анализировать профиль пользователя, причем, собирать как можно больше данных о пользователе, это можно делать, например, там, через различного рода квизы, тесты, в конце которых вы даете или разыгрываете, там, не знаю, неделю бесплатных обедов, или даете просто к каждому прошедшему бонус. Тем самым вы обогащаете CRM, вот, тесты все очень любят проходить, да, тесты, я имею в виду, там, как Тинькофф делает, там, как часто, там, различные спецпроекты выходят с тестами, обогащаете базу, понимаете, собственно, кто, ваша, кто, ваша целевая аудитория, и в зависимости от этого понимаете, то есть, на что давить, да, если это, там, семьянин с небольшим доходом, да, вы можете ему предложить какой-нибудь пак, там, типа, закажи сразу на месяц, да, получи скидку 15%, да, какую-нибудь такую подписочную модель, там, опять-таки, нужно 100% экспериментировать с контентом, который вы отправляете, то есть, с контентом и с временем отправки, вот, если хотите прям поштормить на эту тему, пишите, вот, сможем, сможем, сможем обсудить. Да, идеи, на самом деле, на самом деле, в ретеншн-маркетинге типа, все очень просто, то есть, вообще, достаточно просто, просто иногда включить логику и декомпозировать, декомпозировать воронку и письма, и, в принципе, и все будет окей, потому что ретеншн-маркетинг это канал, в котором вы, там, не рискуете своими деньгами, в отличие от, там, перформанс-маркетинга, вот, поэтому и можно делать большое поле экспериментов, то есть, вы гораздо больше инсайтов получите, когда начнете что-то делать ручками и на живой аудитории собственной и на живых данных сможете уже предпринимать решение там по следующим тестам и по автоматизации. Вот, как и так, ребят. Ладно, если вопросов нет, я тогда побежал. Спасибо большое тем, кто присутствовал сегодня. Пишите в фейсбуке. Вот, пока-пока, удачи всем. Добрый день. Спасибо большое Роману. Было довольно интересно пригласить сегодняшнее мероприятие про инструменты и про подводные камни и про триггеры. Меня зовут Иван Родионов. Буквально пару секунд. Коллеги, демонстрацию видно? Презентация видна? Если да, то нажмите плюсик в чат. Ксения, спасибо. О чем сегодня буду рассказывать я? Еще раз, я являюсь специалистом компании МТТ, специалистом департамента по работе с клиентами и сегодня я расскажу о том, какие конкретные инструменты есть для привлечения клиентов сайта, какие конкретные инструменты есть для того, чтобы поработать именно с теми эффектами, о которых говорил Роман, именно с теми струнами души, на которых мы играем для того, чтобы воспользоваться теми преимуществами маркетинговыми, про которые говорил Роман, и конкретно это будут виджеты для сайта. От компании МТТ, те виджеты, которые мы предоставляем нашим клиентам, те виджеты, которые, собственно говоря, используются. У нас есть некоторый набор, о них я сегодня расскажу. Начну я, собственно, наверное, с того, о чем Роман говорил в самом середине своего доклада, это о том, в чем заключается главная задача сайта. Главная задача сайта на самом деле является продать продукт, и это то, к чему мы стремимся довести наши сайты, это то, для чего сайты существуют, в большинстве своем, разумеется, но зачастую бывает, что даже успешные с точки зрения продаж сайта оказываются на них такие, то есть их посещают такие люди, которые в конкретно выходят, ничего и не купив. Тут нужно разобраться, почему такое вообще происходит. Отчасти это связано с тем, что для некоторых пользователей это все-таки момент, когда пользователь ищет, где дешевле. Бывает, что пользователь просто сомневается, купить у нас или не купить. Бывает, что пользователь просто не получает обратной связи и уходит с сайта ничего не купить просто потому, что не нашел чего-то важного. В этой связи наша главная задача заключается в том, их на самом деле несколько. Во-первых, дать ему быстро обратную связь прямо на сайте, дать ему возможность контактировать с нами, причем удобным ему способом, опять же, как говорил Роман, несмотря на современные способы коммуникации через сайт, через электронную почту, через мессенджеры и соцсети, нельзя сбрасываться с счетов на телефонию и это нужно учитывать. Это до сих пор является удобным способом для коммуникации и способом коммуникации, который используют многие сотрудники, а также многие клиенты. Плюс к всему, нам нужно дать ему обратную связь, во-первых, во-вторых, нам нужно лишить нашего клиента, нашего посетителя сомнений и мотивировать его на покупку именно у нас и прямо сейчас. О мотивационных моментах Роман рассказал о игре на страхе упущенных возможностей. Это на самом деле психологический момент, который используется не только строго в диджитале, не только строго в каких-то сложных продажах, но начиная от самых простых продаж, что только сегодня скидка на данный товар, после он будет дороже. Страх упущенных возможностей это довольно серьезный и мотивирующий инструмент, который используется в продажах повсеместно, начиная от продаж ножей по квартире, но заканчивая очень серьезными и мощными продуктами, в том числе и в B2B-сегменте. Для того, чтобы решить все те проблемы, которые я озвучил, то, что клиент не может чего-то найти на сайте, клиент сомневается, либо клиент ищет где дешевле, и существует набор виджетов от компании МТТ. Мы конкретно говорим сегодня о четырех виджетах, которые доступны клиентам компании МТТ. Это, во-первых, умный виджет обратной связи, это привычный нам коллбэк, но только с дополнительными возможностями по привлечению внимания и дополнительными возможностями по взаимодействию клиентам. Это виджет, который называется виджет онлайн-консультанта. Это, я думаю, онлайн-чат всем нам известный. Виджет, который позволяет получить обратную связь по нашим действиям. Виджет о том, что качество. Ну и, разумеется, то, о чем говорил Роман, инструмент, который позволяет играть на страхе упущенных возможностей, виджет, который называется «Стадные чувства». Ну он такой вот, в общем, имеет такое, что называется, красиво говорящее название. Но о нем я тоже расскажу отдельно о том, какие возможности у самого виджета у этого есть. Начну я, собственно, с виджета обратной связи. Самое главное и самое первое, что делает умный виджет обратной связи, умный виджет обратной связи дает возможность клиенту получить обратную связь прямо здесь, сейчас. То есть, в рамках умного виджета обратной связи первое, что происходит, появляется иконка на его экране с предложением заказать обратный звонок. То есть, первое, что мы делаем с нашим клиентом, пока он находится на сайте, мы привлекаем его внимание. Мы сохраняем внимание клиента на сайте, делаем так, чтобы клиент остался на сайте, что важно в первую очередь. Далее, у нас есть возможность настроить виджет согласно полностью, что называется, стилистике и тому, как мы видим лучше для наших клиентов в рамках всего нашего сайта. То есть, мы можем настроить сам алгоритм появления виджета, в каком режиме он будет появляться. С этим тоже можно поэкспериментировать. Когда попробовать сделать так, чтобы виджет появлялся только в конкретные дни, в случае тоже самого доставки еды, попробовать сделать так, чтобы виджет появлялся, например, строго перед обедом. Мы можем настроить сами цветовые схемы, как наиболее располагающие и наиболее соответствующие дизайны нашего сайта. Мы можем настроить алгоритм появления, мы можем настроить алгоритм поведения виджета. Что у нас будет собраться в самом виджете? То есть, во-первых, кнопка самого виджета приглашает нас оставить номер телефона, на самом виджете может быть обрежена самая различная информация. Во-первых, сам виджет может работать таргетировано с геотаргетингом, как, опять же, говорил Роман, мы можем отслеживать например, город, с которого пришел клиент и давать ему возможность ну, что называется, почувствовать почувствовать активность на сайте путем отображения ему характерной информации актуальной для его для его города. То есть, например, здравствуйте, хорошая погода в Нижнем Новгороде сегодня. Например, то есть, можем город пользователя в родительном падеже отобразить в этом самом виджете в том числе. мы можем на виджете отобразить каналы связи удобные ему. То есть, чтобы по виджету клиент мог не только нам позвонить, а щелкнув по этой самой кнопке, которая привлекает внимание, мог написать нам в удобную ему соцсеть или мессенджер. Крикто всему, у нас есть возможность на самом виджете оставить наши контактные данные. Дело так, чтобы прямо щелкнув по виджету, человек увидел, где мы находимся с картами, выбрал удобный ему способ расположения одного из наших офисов, подъехал к нам, например. Ну и, разумеется, сам по себе виджет дает возможность позвонить нам. То есть, позвонить нам в режиме, похожем на режим 8800, когда клиент просто доказывает звонок, и звонок бесплатный для него приходит ему за какое-то небольшое время. Либо заказать отложенный звонок, если, опять же, клиенту это угоднее. То есть, во-первых, мы этим виджетом удерживаем внимание клиента на сайте при помощи коктимизированной кнопки под нас. Во-вторых, мы при помощи этого виджета даем клиенту обратную связь, организуем его бесплатный звонок нам и посетители делаем в большей вероятности нашим покупателям. Это об умном виджете обратной связи. Немного о виджете онлайн-консультанта. Международный консультант привычный нам, в общем-то, чат. Он так же, как и виджет обратного звонка привлекает внимание, но дает возможность клиенту пообщаться с нами через чат. То есть, дает возможность клиенту, если он не хочет, например, просто разговаривать, не хочет пускать нас в своем аудиопространстве, такое встречается все чаще и чаще, все-таки в диджитальном дворе, появляется возможность для клиента просто написать нам. Это еще одно средство для того, чтобы сохранить нашего клиента, во-первых, оставив его на сайте, привлечая его внимание, а во-вторых, это возможность представить клиенту удобный канал коммуникации и сохранить клиента, как бы, закинув его в свою воронку за счет создания удобной коммуникации для него. Кроме того, личный кабинет онлайн-консультанта может в себя аккумулировать не только сообщения с виджета онлайн-консультанта, но и может, помимо прочего, аккумулировать сообщения и соцсетей, и мессенджеров. И, помимо прочего, что важно для небольшой компании или компании, которая хочет попробовать данный виджет, То есть сам виджет с одним рабочим местом онлайн-консультанта не стоит вообще ничего. То есть он бесплатный и бессрочный. Это по виджету онлайн-консультанта. Немного, ну да, о меганаловстве коммунити-оператора. В коммунити-операторе доступны не только сообщения из чата, но и сообщения из соцсетей и мессенджеров. Немного о стадном чувстве. Как говорил Роман, ну, наверное, примером использования стадного чувства является Booking.com, который всячески играет со всплывающими сообщениями, дает нам понять, что данное предложение является для нас идеальным, и данное предложение ограничено. И таким образом осуществляется игра на нашем страхе упущенных возможностей. Здесь мы можем выдавать клиенту как маркетинговые акции в виде всплывающих окон, так и различного рода маркетинг, различного рода сообщения, вроде «Николай из вашего города только что купил на нашем сайте БНГТУ 100 месяцев сколько-то». Или, например, «Торопитесь, по скидкам 70% осталось последних 5 телефонов» или что-нибудь вроде того. То есть здесь мы можем использовать всплывающие окна по, во-первых, необходимым нам сценариям, если клиент, например, просто долго находится на сайте, что-то изучает, если клиент пытается уйти с сайта, может быть всплывающее окно, и, по-прочему, если клиент прокручивает страницу сайта до конца вниз или, скажем, больше половины, то есть по поведению клиента на сайте мы можем настроить те сообщения, которые будут всплывать в рамках виджета «Стадного чувства». Таким образом мы можем влиять при помощи этих сообщений на различные целевые универсии, то есть регистрировать ее по нашему желанию. Таким образом работает и виджета «Стадного чувства», плюс ко всему, для того, чтобы не выдавать одни и те же сообщения всегда, мы можем по разным правилам выдавать разные сообщения в виде «Стадного чувства», либо можем выдавать одно и то же сообщения с постановкой разных значений, например, в теге «телефон». То есть в одном случае у нас будет сообщение с тегом «iPhone X», в другом случае у нас будет сообщение с телефоном «Siaomi Mi 6», например. Это что дает виджета «Стадного чувства». Кроме того, разумеется, существует определенная статистика в личном кабинете, которая позволяет отследить, сколько конкретно у нас было переходов по той или иной рекламной кампании, отследить информацию по меткам, откуда пришел клиент, из какого региона и так далее, отследить информацию по менеджерам, сколько менеджер принял звонков, сколько звонков было осуществлено, информацию по чатам, информацию в разрезе рекламных кампаний и так далее. То есть мы можем полностью проанализировать работу виджетов. Ну и разумеется, существует виджет обратной связи, который нам позволяет посмотреть обратную связь от наших клиентов по сервису нашей кампании, которая может быть учлена тремя способами. Либо на самом сайте после расширения контакта в виджете онлайн-консультанта, либо может быть отправлено смс после звонка в рамках виджета обратной связи. Ссылка на прохождение опроса, и мы можем получить опрос от нашего клиента, что тоже хорошо. Если говорить в целом о целесообразности использования данных виджетов на сайте, немного расскажу под конец о целесообразности и о ценовой политике самих виджетов. Целесообразность использования виджетов на сайте. Я задавал вопрос к специалистским продуктам нашей компании, компанией НТТ. Насколько целесообразно вообще использование виджетов, насколько большую отдачу мы ожидаем от них при потоке клиентов на наш сайт. И ответ я получил принято следующий. Это зависит от того объема клиентов, которые приходят на наш сайт. То есть если на сайт приходят 1-2 клиента в день, то возможно те клиенты, которые уже приняли решение о покупке, и никакие наши действия на них не повлияют. Но если это число доходит до сотен, например, то эффективность работы того самого виджета, эффективность работы всего комплекса виджетов обратной связи может доходить до 75%. То есть мы можем из тех клиентов, которые все-таки ушли с нашего сайта, ничего не купив, сохранить до трех четвертей. Что тоже важно. И принимать решение о целесообразности использования виджетов довольно просто. Виджеты предоставляются по подпискам, и каждый из виджетов, есть просто бесплатные виджеты, например, виджетная конкультентная нового человека, есть виджеты, которые стоят буквально несколько сот рублей. Скажем, предстадное чувство при подписке на год стоит 200 рублей в месяц. Надо сказать, что это совсем небольшие деньги за настолько функциональный инструмент. Ну и прочие виджеты стоят в районе нескольких сот рублей в таком горизонте. Если что-то из этого было интересно, опять же, мои контакты на вашем экране, какие-то вопросы либо личные, там, в личном порядке можно задавать на почту, на вашем экране, опять же, мой телефон, можно задать вопрос по телефону. Если есть какие-то дополнительные вопросы или есть желание пользоваться услугом компании МТТ, можете, опять же, написать, я адресую ваш запрос, куда нужно. Давайте, наверное, еще несколько уделим вопросам от аудитории. Если какие-то вопросы есть по использованию виджетов, по слоям предоставления, пишите в чат, пожалуйста. Ксения, спасибо большое за обратную связь. Что, коллеги, хорошо, спасибо большое за внимание, большое-большое спасибо за внимание продуктам компании МТТ, надеюсь увидеть вас среди наших клиентов. Всем еще раз спасибо, было очень интересно. Всего доброго и хорошего вечера. Продолжение следует...